Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. 1 мая возвращается Дмитрий Бивол. Один из немногих наших чемпионов мира по боксу, по профессионалам. Против британца Крейга Ричардса. Возвращение, знаете, по какому принципу? Давно не боксировал, есть карт, ты можешь в нем выступить, мы тебе дадим соперника. Бивол согласился, чтобы закрыть хоть как-то простой. Касательно самого Ричардса, он не заслуживал и никогда не заслужит бой за пояс чемпиона мира. Это без вариантов. Чтобы заслужить Ричардсу бой за чемпиона мира, ему вот в этой Британии боксируя, нужно побеждать таких людей, как Калум Джонсон, хотя бы там Энтони Ярд, хотя бы там Артур Линдон, вот эти все британские такие, типа боксеры, типа сильные и так далее. Ну, а что мы видим? Выступал он во втором среднем весе, там я бы не сказал, что он был силен. Первую же проверку вот с Фрэнком Бульони, которого, кстати, Калум Джонсон разбил, он не прошел, проиграл, причем проиграл вась-вась как. А Калум Джонсон, я напомню, Фрэнка Бульони в первом раунде убрал. То есть, ну, вообще не чемпионского уровня боксер Крейк Ричардс. Сейчас он выступает в полутяжах, вроде пошли какие-то победы, вроде начал руки повыше держать, и какое-то вот такое поддавливание навязывать. Ну, какую-то агрессию проявлять, что ли. Чуть-чуть, вроде начинает уходить от британской манеры. Но вот попался ему Чат Сагден. Такой боксер вообще чудной, чудной-причудной британский вообще клоун. Ну, вот это вот то, что в боксе выбивали, выбивают и будут выбивать еще долго. И с ним у него уже ничья. И последнего боя Питерс тоже, ну, обыкновенный британский, понимаете, домашний боксер, которому привозили черти кого, он их как-то побеждал. Но он, кстати, вот этого Сагдена по очкам выиграл. Но он выиграл его за счет очень большой антропометрии, метр девяносто восемь. У него размах рук, как у, извините, как у Лоуренса Аколи. И он полутяж при этом. И вот техническим нокаутом в девятом раунде, заходя на свою дистанцию, периодически его выиграл вот этот вот Ричардс. Ну, я не могу сказать, что Ричардс хороший боец. Я не могу сказать, что у него была хоть один сильный соперник у него был. И сразу выходить на Бивола с такой оппозицией, с таким опытом. Ну, это не то. На 16 побед 9 нокаутов. Я бы не сказал, что он прям сильно бьющий. 30 лет. Чуть-чуть, на 2 сантиметра он выше Димы. Но Дима Бивол, сами знаете. Он уже давно дерется на более высоком уровне, чем этот Ричардс. Салливан Баррера, Исаак Челембо. Эти люди, они сильнее, чем Крейг Ричардс. Вот и Баррера, и Челембо, и Джо Смит, и Жан Паскаль. Ну, вот Ленин Кастильо, может быть, примерно одного уровня они с ними. Так что Дима, конечно, должен этого бойца не то что проходить, а вот как он обычно свои бои проходит. 120-108, 119-109. Вот так у него заканчиваются бои. Примерно так он его должен проходить. Особенно, если Ричардс будет боксировать в британской дистанционной манере, что он обычно и делает. Это самое любимое Диме на занятии. Знаете, вот Васила Маченко, Теренс Кроуфорд. Им постоянно давали дистанционных боксеров. Они их постоянно выигрывали, потому что они были выше класса в этом дистанционном любительском стиле. Про них говорили, вот, они короли профессионального бокса. Они не дерутся с профессионалами и говорят, что они короли профессионального бокса. Вот это всегда меня юморило. И вот Крейг Ричардс для Дмитрия Бивола такой же, как, собственно, и все соперники Бивола. У Бивола был более-менее боец, которого можно как-то там какими-то, знаете, вот, чуть-чуть пофантазировав запихнуть в профессионалы. Это Джо Смит. Ну, Джо Смит, это, знаете, это строитель. У него удар есть, у него есть характер, у него есть функционал, больше ничего нет. Какого-то профессионального бокса, какой-то профессиональной манеры ведения боя нет совсем. И вот он с Димой, ну, был один момент, когда он Диму чуть не нокаутировал. Ну, не более того, видите. То есть, а Крейг Ричардс он даже такого момента не создаст. Диме нужны вот Артур Бетербиев, Колумб Джонсон. Вот такого плана бойцы. Если он их будет побеждать, тогда можно говорить о том, что Димин стиль, он может доминировать, этому надо учиться и так далее, и так далее. А пока, ну, те, кого он бьет, он и должен их бить. Он их и должен бить. Поэтому Крейг Ричардс это один из тех людей, дистанционный, спокойный британец. Ну, да, мощненький где-то, где-то может и вперед подойти, где-то и ручки может поднять. Но это все не поможет ему перебоксировать Бивола. А чтобы Бивола нокаутировать, нужен прессинг. Чтобы Бивола нокаутировать, нужна функциональная работа на ближней дистанции, силовые удары. Вот, помните, что делал этот, господи, как же его зовут, Лиам Уильямс против Андрада. Вот нужно это, только намного лучше. Потому что Бивол, он лучше Андрада. И нужен удар тяжелый. Ричардс, я бы не сказал, что есть этот тяжелый удар. Так что, ну, понимаете, опять же, Дима встретить может. Мы вот с Кастилью видели, он как встретил, Кастилью упал. Дима не добивает, ну, на дистанции он не оставляет шансов. Поэтому ему нужно ломать дальнюю дистанцию, навязывать ближнюю, клинч, грязь, разбивать, прессинговать. Вот Брайан Кастань, я такой боксер, там, Станионис, куча таких бойцов. Диму нужно встречать, когда он сам атакует, это Смит показал. Для этого нужны быстрые руки, чувство момента. У Смита этого всего, конечно, нет. Там Дима сам зазевался. И у Ричардса этого всего нет. Поэтому я не знаю, на что Ричардс надеется. Его, мне кажется, просто уничтожат. Просто уничтожат. Я считаю, Диме могли дать и Артура Линдона, и Энтони Ярда, и Калума Джонсона. Их просто не дали, чтобы не сливать британских, как бы, неплохих бойцов. Чтобы они не были деклассированы, не были уничтожены. Потому что Дима именно так их и побеждает всех. Ну, что сказать, Диме сколько лет? 30-31 год ему. Он еще... Если Артур и Бетербиева этот человек пройдет, он будет доминировать, он будет абсолютом. Он будет не один год, как бы, править этим весом. Потому что в этом весе никого нет. Вот кроме Бетербиева и Калума Джонсона, которые уже старые, их, как бы, никто Диме не предложит. Тот бокс, который Диму победит. Все будут с ним работать, все будут играть в его игру. Все будут с ним боксировать в любительском британском, в любительском каком-то советском стиле, американском стиле. А Дима это все делает намного лучше. В общем, у него и американская манера присутствует, и советская манера присутствует. Дима в этом плане молодец. Единственное, что пренебрегает защитой, в основном все время защищается на оттяжках, из-за этого он пропускает те удары, которые пропускает. Если это исправить, если ему поднять руки, ну, я не знаю, Диму, конечно, сейчас никто не выиграет. Кроме вот Бетербиева, Калума Джонсона, но эти люди уже старые, 35 и 36 лет. Конечно, они вряд ли 30-летнему Биволу предложат тот темп, который нужен. Поэтому, ну, Крейг Ричардс, он однозначно этот бой проиграет. Будет ли здесь нокаут? Ну, мы с вами знаем, как Дима не любит, как бы, стараться ради нокаута. Вот у него последние 4 боя по очкам, и во всех боях он мог выиграть досрочно, если бы постарался. Но он этого не хочет, он этого не любит, поэтому здесь вполне себе вероятно, что будет по очкам, потому что Ричардс не был никогда нокаутирован. Но пес его знает, понимаете? Дима однозначно этот бой должен забирать, он просто выше класса. И то, что вот эта вот Британия, то, что там допинги судьи, это не поможет. Ричардс это не того плана боец, чтобы взять и Диме навязать ту работу, которая Дима может победить. Вот Каллум Джонсон смог бы. Каллум Джонсон смог бы. Ну, опять же, видите, 35 лет, 2 года простой. Когда он выйдет на Биволу, ему будет уже 36-37, там будут нужные кондиции или нет. Битербиев тоже смог бы. Ну, опять же, будут нужные кондиции или нет в этом возрасте. А всех остальных, я там уверен, Ковалевы, Гвоздики, там, кто там, Челембы, Паскалевных всех уже выиграл, Маркусы Брауны. Эти все люди, они Биволу не конкуренты, потому что они все дистанционные боксеры. А лучше Димы в полутяжек сейчас никто на дистанции не работает. Никто. Опять же, Дима очень функциональный боксер. 700, там, 600, 800 ударов, там. Это не проблема. И при этом все время работает на ногах. Это тоже. То есть и на ногах, и на руках у него очень приличная функционалка. Поэтому я не знаю, как Диму побеждать Крэйгу Ричардсу. На мой взгляд, шансов никаких нет. Дима, знаете, в чем дело? Вот мне чем не нравится Дмитрий Бивол? Пока вот такие, как Бивол, в таком весе сидят, где нету какой-то конкуренции, люди не понимают, что бокс меняется. Люди не понимают, что не нужно пытаться повторять за Биволом. Не нужно вот этот вот стиль изучать, точить, точить быстрее, выше, сильнее. Во-первых, Дима очень талантливый. Во-вторых, надо понимать такую вещь, что если бы Дима выступал в таких весах, как, например, 66 или 59, там бы у него это не работало. Там другие бойцы. Понимаете? А в 79, конечно, все дистанционные. Кого не возьмите, все из Дима боксировали на дальней дистанции. Конечно, он их выигрывает. Поэтому я единственное, что прошу. Вы не восхищайтесь Дмитрием Биволом. Есть боксеры, которые его бы побили. Просто не в полутяжелом весе эти боксеры находятся.